Всем привет! У нас сегодня видео о BMW X6, но на первых кадрах у нас BMW X7. Ну и собственно видео о том, что несмотря ни на что, автомобили едут, автомобили продаются, автомобили завозятся. Как вот вы видите, это X7, 22 года машина с каким-то смешным пробегом прибыла из Германии, но и прямиком к нам, дабы защитить свой кузов и оклеить его, собственно, прозрачной защитной пленкой. Хотя, может быть, пленка будет какая-то и не прозрачная, но тем не менее, я думаю, вы обратили внимание, что на номерных рамках стоит какой-то указан немецкий дилер, поэтому, в принципе, что бы ни говорили, что бы ни вводили, и вы сами понимаете, что торговля такое дело, если у человека есть нужда в чем-то, всегда найдется человек, который захочет ему эту вещь продать, ну, собственно, спрос рождает предложение, ну и это видео как раз об этом же. Ну и, соответственно, если есть спрос, то и ценообразование, если будет спрос повышенный, ценообразование будет на повышенном уровне, ну и, соответственно, так, как бы, если пониженный, то на пониженном. Ну, здесь у нас X6. Он приобретен, в отличие от X7, здесь, в Москве, приобретен у официалов, ну, это возможно, кстати, еще из официальных поставок, потому что есть подозрение, что этот автомобиль просто-напросто где-то стоял у дилера в каком-то отстойнике, ну, и сейчас он обрел нового владельца, но, я думаю, каждый задумался при, опять же, при просмотре этого видео, сколько же сейчас стоит вот такой вот X6. Ну, открою вам секрет, вот этот X6 за него было отдадено 12 миллионов рублей. На мой взгляд, конечно, за автомобиль, какой бы он ни был прекрасный, но это все равно, ну, массовый обычный автомобиль, там, может быть, более комфортабельный, там, что-то в нем более интересное, но это не какая-то редкость и 12 миллионов рублей, ну, мне кажется, что это слегка перебор. Ну, и сейчас как раз вам показываю шумоизоляцию, вот эти всякие уплотнения. С одной стороны поролон, с другой стороны, видите, такая тряпочка, тоже, в принципе, интересно. Лично сам никогда не видел, потому что хоть и каждый день общаешься с автомобилями и постоянно с ними находишься, но не все удается посмотреть и не на все хватает времени. В общем, давайте, насколько возможно, вам покажу. Тут у нас чуть он подразобранный, но еще раз повторюсь, вот так вот BMW без бампера, если взять еще подальше, смахивает на, сейчас такой есть китайский автомобиль, не помню, как называется, ну, какой-то его окрестили китайским Rolls-Royce, но, в общем, если сильно издалека смотреть на вот такого вот X, особенно X7, без переднего бампера и с закрытыми вот этими шторками, которые стоят перед радиаторами, то как раз что-то похожее издалека можно увидеть. Ну, опять же, возможно, это только мое такое представление. Но сейчас заглянем в салон, здесь, как я понимаю, за эти деньги с салоном явно все будет хорошо, будет натуральная кожа, ну, и в целом все будет прекрасно. Но напишите в комментариях, ну, или один такой странный, или действительно это так. Мне кажется, что все-таки 12 за X6, ну, дороговато. В общем, жду в комментариях, готов это обсудить. Ну, и в принципе, опять же, если заморочиться и привести всю эту историю самому, то, конечно же, будет экономия. Я думаю, что где-то, наверное, в районе пару миллионов рублей можно сэкономить на таком проекте. Мне тут буквально на днях присылали знакомые из Германии Lexus RX300 в неплохой комплектации, 50 тысяч евро за новый. Ну, плюс еще таможня, 50% получается 75 тысяч евро. Ну, в целом, я думаю, что вполне себе нормальный вариант в плане экономии. Ну, здесь, я думаю, тоже, что экономия будет, но не каждый захочет этим заморачиваться, потому что сейчас есть вопросы, и вопросы немалые по поводу возврата НДС. Не у всех это получается, но если, конечно же, НДС не вернешь с такого автомобиля, то это будет больно, и тут, скорее всего, уже ничего не сэкономишь. Вот, как раз вам показываю, помните, не так давно показывал китайский автомобиль, так вот, там было аж два подкрылка, но BMW особенно с этим не грешат, обычные подкрылки, и по одному. Но на китайце они были аж в два слоя, но это, конечно, в принципе, так заманчиво выглядит, такая забота о клиентах, либо они просто, может быть, не знают, как по-другому сделать шумоизоляцию, ну, либо я, опять же, что-то тут недопонял. Ну, в общем, такая вот история. По поводу цвета, цвет такой сейчас стал достаточно модный, именно такого цвета хаки, у меня лично соседка как раз ровно на таком же автомобиле ездит по парковке, я так понимаю, что почти все сейчас бренды, но, кроме китайских, именно европейские, любят такие цвета оливковые, вот этот цвет хаки, темно-зеленый, то есть именно зеленые цвета и их оттенки стали как-то очень и очень популярны, хотя раньше зеленый автомобиль продать было очень сложно, но сейчас, видите, не только английские автомобили стали как-то предпочитать зеленый цвет. Ну, и вот это вот, я, конечно, не могу себе позволить это сделать. Что хотелось бы сделать, снять вот эти пленки, но я думаю, что это прерогатива, собственно, владельца автомобиля, ну, и не факт, что он их будет снимать, возможно, вот так будет ездить много-много лет, под ними будет собираться грязь, но зато у человека будет, так скажем, чувство, что автомобиль его еще в какой-то степени новый, но это как раз именно момент для тех, кто не снимает целлофан с пульта телевизора и вообще со всех пультов у домашней техники. Но сначала я думал, что эта наклейка, она просто как бы какая-то произвольная, да, но, оказывается, нет, это все заводское, потому что в круг вот эти вот зеленые наклейки, они присутствуют, просто у меня никогда не было нового BMW, для меня это в новинку, ну, и, в принципе, я думаю, что какой-нибудь блогер типа Дага Демура наверняка бы посвятил этому целое видео. Ну, мы, конечно же, не будем тратить ваше драгоценное время на такую бесполезную информацию, но в целом с BMW, я думаю, все плюс-минус понятно, но еще, конечно, большой вопрос, если так пойдут дела, то что же будет с нашими дилерами где-нибудь через год, либо, не знаю, либо они вымрут, либо не вымрут, но как раз тоже пишите в комментариях. Ну, а на этом у нас пока... Субтитры сделал DimaTorzok